Мероприятие прошло в преддверии школьных каникул. Ученики пятых классов вместе с сотрудниками дорожной полиции вышли на улицы города и вручили памятки водителям. Это хорошая практика напомнить водителям, что дети тоже участники дорожного движения, что на них необходимо обращать внимание. Цель нашего мероприятия была напомнить водителям о необходимости соблюдения скоростного режима на дороге, потому что это одна из первостепенных причин, по которой гибнут на дороге дети. А значимость этого мероприятия в том, что в СУЗ детей водители вспоминают те правила, которые должны соблюдать каждый раз, когда они садятся за руль. В своей беседе с водителями ребята просили их быть очень внимательными на дороге, помнить о правилах безопасности и снижать скорость перед пешеходным переходом. Все водители, которые стали участниками акции, с большим вниманием выслушали детей и с пониманием и серьезностью отнеслись к их просьбам. Самое главное, что дети изучают правила дорожного движения и они уже знают, как себя вести на дорогах. Конечно, такие акции нужны при общении детей к правилам дорожного движения, чтобы они не нарушали их. Конечно, надо водителям лишний раз напомнить о том, что не нарушать правила, не превышать скорость. Такие мероприятия в 4-й школе не новые. В немного лет ведет работу кружок «Юный инспектор дорожного движения», где ребята совместно с педагогами обсуждают и освещают вопросы, касающиеся безопасности на дорогах. Подобные акции «Юные инспекторы» считают важными. Мне кажется, что эти мероприятия очень важны, так как некоторые водители могут не соблюдать правила дорожного движения. И когда эти мероприятия начинают проводить, они могут вспомнить даже свое детство и понять, как это важно. Они сами когда-то учили эти правила дорожного движения. И мне кажется, что эти мероприятия очень нужны. Их нужно проводить гораздо чаще. Любой человек, может быть, даже пьяный, сесть за руль и сбить какого-нибудь человека. Даже маму с коляской. Может быть, благодаря таким акциям дорожное движение нашего города станет более безопасным.